Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши беседы с архипастырем. На ваши вопросы ответят митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Многие православные люди в различных жизненных трудностях читают молитву по соглашению. Некоторые собираются для совместной молитвы в храме, кто-то дома, кто-то онлайн. Можно ли молиться по соглашению? Если да, то как это правильно делать и допустимо ли молиться в онлайн-режиме? Вы знаете, все эти молитвы в онлайн-режиме, это все очень напоминает, даже не напоминает, коммерческие культы. И, к сожалению, мы знаем примеры, даже у нас тут недалеко есть такая большая индустрия вот этой молитвы по соглашению, которая, да, тут недалеко от наших пределов. Это, конечно, молитва всегда хорошо. Молитва в храме, как я уже сказал, это исполнение слов Господа, да, где двое или трое собраны во имя Моя, там, и я посвятя них. Молитва бывает, вот есть такая, скажем, неусыпающая псалтирь, да, это тоже молитва, как бы по соглашению, когда псалтирь делится на, ну, между людьми, вот набирается 20 человек в приходе, допустим, у нас такое было и в Москве, и в Саратове, мы сейчас пытаемся в нескольких наших храмах здесь это ввести тоже. Собирается 20 человек и делит, вот, кафизмы в псалтире делятся 20 частей, 20 кафизм. Вот ты читаешь первую, ты читаешь вторую, ты читаешь третью, ты читаешь первую, да, ты читаешь в 12 ночи, ты читаешь в час ночи, ты читаешь в 2 ночи, ты в 3 ночи, и так до, это самое. И вот почти, ну, там, может, не в 12 ночи, а где-нибудь с 5 утра, так, чтобы разделить 20 этих псалтирий. Получается, что вот эти 20 человек большую часть суток, 20 часов в сутках, читают псалтири. Ну, это можно сказать, что тоже по договоренности, что называется. Это такая достаточно распространенная практика. Она особенно распространилась в последние десятилетия. Вот я не вижу в ней ничего плохого. И при этом эти люди не просто читают псалтири, они собирают своих родственников, усопших и живых. И на каждой читающей поминает вот все эти записки. От всех близких, всех 20 человек. Вот читается псалтирь, и на каждой славе поминается о здравии и упокоении. Получается молитва. И это очень хорошо. А все эти интернет, онлайн, я вообще против перевода нашей церковной жизни в онлайн формат. Во-первых, человек должен присутствовать сам. Он должен сам молиться. Не за него кто-то, а он должен сам молиться. И вот эти соглашения, они уже, вот эта молитва по соглашению, она как бы вроде бы нет ничего в этом плохого. Ну, молятся люди вместе. Ну, хорошо, пусть молятся. Но она приобретает даже какой-то магический языческий оттенок. Вот мы сейчас тут одно дело, там два человека молятся, а вот мы в четвером, у нас будет больше. А вот тут у нас будет 40 человек молятся. Ну, это неправильно. Это неправильно. Бог не машина. И вот новые сочетания кнопок ничего не приблизят к результату, который мы хотим получить. Это первое. Второе, что все равно, даже если мы вдвоем, втроем, в пятером, в десятером молимся, в одном месте, в разных местах, все равно каждый из нас общается с Богом сам. Бог, точнее, общается с каждым из нас не с толпой. Вот это вот, поэтому я против вот этого повального увлечения молитвами по соглашению. Повторюсь, когда это превращается в коммерческие культы, когда на этом зарабатывают, так же, как я против всяких этих записок по интернету, знаете, да, вот, к сожалению, сейчас это просто приобрело характер какой-то эпидемии. Это неправильно. Так не должно быть. Обязательно ли зажигать свечи во время молитвы в храме? Вы знаете, это можно делать, а можно этого не делать. Свеча – это некий символ, с одной стороны, символ нашей молитвы. Вот как огонек свечи горит, вот так должна, образно говоря, быть молитва наша. Она такая, чтобы быть теплая, она должна светить, она должна быть вот таким, предстоять перед Богом. Не более того. Поэтому молиться, сжигать свечи можно, и можно и в храме, можно и дома. А вот обязательным, это не так сказать, что вот у меня нет свечки, и поэтому я не могу молиться. Или, знаете, иногда бывает как, ой, вы знаете, у меня денег нет, я в церковь не хожу. Там надо свечку покупать, ставить, там глупости. Не надо. Более того, в многих храмах, по крайней мере, я такие распоряжения давал, и многие городские храмы их исполняют. Вот, если у человека нет денег, ему могут дать свечу бесплатно. Просто подойти и сказать, у меня нет денег, а я слышал, что владыка благословил так, дайте мне, пожалуйста. Ну, конечно, не пачку свечей, пучок, чтобы он пошел по всем, и под свечей. Можно сказать, да, одну, две, ну, сколько там, может быть, одну о здравии, одну за упокой поставить. Вот. И, кроме того, в наших храмах, в каждом храме есть очень маленькие, дешевенькие свечи, которые, ну, дешевле, как коробка спичек сейчас даже стоят. Ну, поэтому я не вижу, честно говоря, такой большой проблемы. Вот. Опять же, если нет ни желания, ни возможности, без свечей молиться можно. И, конечно, никакого ущерба для молитвы, отсутствия свечей не принесет. Ну, кстати, зрительница спрашивает, в храмах запрещают использовать свечи, принесенные с собой. Она где-то купила подешевле, как она считает, да, и вот не разрешают ей. Это действительно тема, она существует. Я тоже прошу не приносить свечей. По двум причинам. Первое. Свеча, которую мы покупаем в церкви, помимо того, что это некий символ нашей молитвы, это наша жертва на храм. Потому что храм нуждается в средствах, любой храм. И эти средства складываются не в последнюю очередь от тех денег, которые люди жертвуют на храм за свечу. То есть, когда люди приносят в церковь свечи, купленные где-то на стороне, ну, она тогда, свеча, теряет свой смысл. Вместо жертвы на храм человек приносит только лишнюю копоть. Это тем более актуально, что, как правило, дешевые свечи, они плохие. А все-таки вот если люди ходят в храм регулярно, вот заметили, на последнее время, мы стараемся, чтобы свечи были хорошие. Чтобы они были восковые, или, по крайней мере, преимущественно восковые. Чтобы они не коптили, чтобы они были такими, вот, ну, по минимуму хотя бы коптили. Дело в том, что для того, чтобы покрасить храм, перекрасить его, нужно много денег. Это дорого. И если, когда люди приносят в храм свечи, купленные на стороне, ничего хорошего от этого нет. От этого не получается. И, кроме того, вот, я думаю, что надо уяснить себе, ваши отношения с Богом не зависят от количества свечей, которые вы поставили. Вы можете поставить одну свечку, можете поставить две свечки, не 20, не 30. Я вижу, иногда приходит в собор, да, достает из-под нее такую вот, купила где-то там на рынке, или у цыганки купила там пачку свечей, и вот все подсвечники. Ничего не изменит. Можно хоть миллион свечей поставить, ничего от этого не изменится. Это не нужно. Вот, это такой аутотренинг только, и все, не более того. Вопрос от зрителя. В мессенджеры приходят обращения с просьбой читать соборные молитвы от избавления тех или иных бедствий современного мира. В конце идет обязательная просьба сделать рассылку. Не надо. Это, опять же, какие-то, это могут быть сектанты, это могут быть еретики, это могут быть просто нечистоплотные люди, это могут быть вообще, внятие в дело, вот интернет, это, как говоря словами пророка Давида, «Сие море великое и пространное, там и гаде их же не из числа». Вот, поэтому вот этих гадов там очень много. И мы не знаем, они все мимикрируют, они все представляются себе православными такими, от имен старцев, старец каких-то пишут чего-то, пророчествуют. Вот всем знакомо, наверняка, кто в интернете бывает, некое такое лжевысказывание преподобного Серафима Саровского, там, пей воду, там, где конь пьет, ложись там куда-то. Бред совершенно, который никакому старцу, тем более Серафиму Саровскому, никогда в голову прийти не мог вообще. Но это печатают, и перепечатывают люди верующие, церковные. У нас какая-то странная детская доверчивость к печатному слову, она сохранилась еще с тех времен. К сожалению, у нас есть такая беда. Поэтому молитва, вот ваш храм, вы пришли туда, в храм, вот там молитесь. Хотите молиться с кем-то, в храме мы должны знать тех людей, кто стоит рядом с нами на молитве. Есть желание помолиться, попросите, давайте вместе помолимся. Ты, 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 да вот нас трое, пятеро, четверо, давайте помолимся вместе. Вот молитесь. Ну, вот, глаза в глаза, уста к устам. Но не в интернете, где мы непонятно, кто и что там делает, с этими нашими лайками и прочим. Владыка, в связи с происходящими событиями на Украине и обострением целой ситуации в мире, вот какую молитву читать о мире? Я думаю, что надо читать молитву, которую мы сегодня читаем все в наших храмах на каждой литургии. Как раз вот о наших воинах, о тех событиях, о людях, которые там живут на Украине, о всех, кто страждет в этих условиях. Эта молитва есть, ее можно найти. Она у нас на сайте есть тоже, на епархиальном. Вот, и можно где угодно взять. Она такая, сейчас очень распространенная. Ее составил святейший патриарх. Владыка, вот слышала, что бывают сильные и слабые священники, светлые и темные храмы. Получается, что молитва в первом случае, она сильнее. Так ли это? Вы знаете, еще в конце 90-х годов один тогдашний известный проповедник сказал о том, что Россия – страна победившего оккультизма. Это было преувеличением в те времена, хотя масса оккультных всяких движений, практик, ринулась просто как водопад такой на бедную Россию. Ну, не только Россию, на все постсоветские государства. Но сейчас вот видно, что оккультизм этот уже проник в толщу народа. Это все оккультные термины – сильные, слабые, черные, белые и прочее. Это не имеет никакого отношения к христианству. Там, где вы это слышите, там надо просто закрывать тему, закрывать разговор. Что значит сильные и слабые священники? Ну, есть, конечно, священник, который может всем нравиться, а есть, которые не очень нравятся, допустим, людям. Но на них обоих абсолютно одинаковый дар. Дар священства. И это дар, который дает Господь, который дает им возможность приводить людей в церковь, от купели, возобновлять лютую баню паки бытия, как сказано в молитве на хиротонию священнической. Это дар совершать самое страшное, главное, таинство Святую Евхаристию. И здесь одинаковы все священники. Иоанн Кронштадтский и какой-нибудь отец Петр из деревни. Один может иметь какие-то дарования особые, другой их иметь мало или вообще их не иметь. Но он все равно совершает такую же ритургию. И такие же точно святые дары преподает людям. Точно так же крестит людей, венчает, погребает. Все, что совершает священник в силу своего священного сана, все абсолютно одинаково. Ни сильных, ни слабых здесь не бывает. Да, я повторюсь, кому-то кто-то больше нравится. Понятно, что есть люди духовно опытные. Мы знаем, это старцы, это еще какие-то такие выдающиеся подвижники духа. Но это ни в коем случае не умоляет всех остальных. И что касается храмов, это вообще ересь. Что храмы белые, храмы черные, храмы синие, храмы красные. Это абсолютно ерунда. Это, повторюсь, это оккультизм. Трудно сказать, зачем люди это говорят, распространяют. Мне приходилось сталкиваться. Я говорю, зачем вы это говорите? Ответить не может. Я думаю, этого ни в коем случае слушать нельзя. И относиться к этому всерьез тоже. Спасибо большое. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры создавал DimaTorzok